МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Губерния» с событиями, происходящими в регионе. Вас познакомят наши корреспонденты. Я Сергей Веселов. И сейчас коротко о главных темах выпуска. Голь на выдумке хитра. В каких районах хотят поднимать уровень жизни с помощью бэби-бума? А у кого есть реальные проекты? Производство счетовых домов на финской автоматической линии. Главы районов у доски. Кто не подготовился к урокам выживания? Время затянуть пояса еще туже. Какой бюджет приготовили региону на следующий год? В Ивановской области нет Ландайк, не Якутия. У нас нет нефти и алмазов. На чем будут экономить еще больше? Не гуляют с доберманом. Кто держит собаку в квартире в заперти? Мы уже не в претензии, что она лает. Но ты не издевайся над животным. Что возмущает соседей и чем закончилось долгое тюремное заключение добермана Арчи? Верхом на звезде. Ивановская девушка попала на федеральное шоу талантов. Эксклюзивное интервью. Наша съемочная группа провела внеочередное прослушивание звезды. Мошенничество в сфере страхования. Совершенно организованные группы. Покушение на мошенничество. Дача взятки. Такие преступления инкриминируются членом преступной группы, задержанной полицией в областном центре. Злоумышленники устанавливали на автомобиле деформированные детали. А затем инсценировали ДТП. После оформления аварии они обращались в страховые компании за выплатами. На данный момент следствие известно о двух таких эпизодах, в ходе которых мошенникам удалось обогатиться почти на 4 миллиона рублей. Стоит отметить, что часть преступной выручки они тратили на услуги инспектора ДПС, чтобы он оформил документы так, как надо. И еще о дорогах. Сегодня в областном центре в результате ДТП пострадал 5-летний ребенок. У торгового центра Рео столкнулись два легковых автомобиля. Автомобиль ВАЗ 15-й модели двигался от Иванова в сторону Кохмы. Авария произошла во время заезда на парковку. Женщина, управлявшая автомобилем, повернула к торговому центру. И в этот момент в ее машину врезалась Лада 10-й модели, ехавшая во встречном направлении. Автомашину развернула на дороге, и она ударилась о бордюрный камень. Из салона пострадавшей пятнашки через боковое окно вылетела пятилетняя девочка. Предварительно, со слов законного представителя данного ребенка, девочка была пристегнута в детском удерживающем устройстве. Но данная информация сейчас проверяется. Девочка была госпитализирована. Серьезный рабочий инструмент может оказаться в распоряжении обеих комиссий по безопасности дорожного движения. Областной и городской. Активисты Федерации автомобилистов России разработали карту дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Карта охватывает всю Ивановскую область. Реализована таким образом, что большее множество при масштабировании распадаются на меньшее. К каждому ДТП присваивается карточка, в которой указаны место и время аварии, число погибших или пострадавших. Вид происшествия или причина. Также указываются недостатки улично-дорожной сети, которые могли способствовать возникновению аварийной ситуации. Этот пункт больше других может заинтересовать ведомственные комиссии. Страшное ЧП произошло 2 ноября на аэродроме Северный в Иванове. То ли при взлете, то ли при посадке авиалайнер сбил человека. В следственном отделе Ивановского гарнизона сообщили, что по данному факту проводится проверочное мероприятие. Первым об оцензенте сообщил интернет-портал в частности. Автор приводит ужасающие подробности о том, что мужчина, цитата, был буквально размазан по взлетной полосе. Голова отлетела на несколько метров. Вероятнее всего, речь идет о гражданском человеке, поскольку он был одет в спортивные штаны. Как он оказался на режимном объекте, неизвестно. Однако, по некоторым данным, погибшего парня часто замечали в тех местах. Он собирал цветмет. За подробностями происшествия наша делекомпания обратилась сразу в несколько ведомств. Развернутых комментариев получить пока не удалось. Наш источник на условиях анонимности подтвердил факт ЧП на аэродроме. К другим темам. Вновь в черном списке фонда содействия реформированию ЖКХ оказалась Ивановская область. На этот раз в губернии вместе с двумя десятками других регионов инкриминируется предоставление недостоверных сведений. По отчетам, дома для граждан из аварийного жилья не только построены, но и заселены. Однако, на поверку это оказалось не так. На селекторном совещании при председателе наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергея Степашине, бывший глава счетной палаты, пригрозил обманщикам суровыми карами. Вплоть до уголовных дел по статье мошенничества. В любом случае провинившиеся регионы ждут полумиллионные штрафы. Иваровские чиновники себя виноватыми не чувствуют, так как не давали сведений о переселении граждан в построенные дома. Речь, по-видимому, идет о двух зданиях в Плёсе, которые в эксплуатацию приняты, но пока не могут быть заселены. К сожалению, сегодня администрация Плёс, городского поселения, до настоящего времени не решила в полном объеме вопрос подключения внешних коммунальных сетей. Внеплощадочных. То есть подрядчик свою часть работы выполнил в полном объеме. Городское поселение для подключения сетей не в полном объеме. Преступную группу, которой занималась кражей имущества из недостроенных домов, поймали в Иванове. Трое горожан на протяжении длительного времени вывозили из пустых коттеджей и многоэтажек строительные материалы, инструменты, отопительную систему и электрику. Отдельные кражи из недостроенных домов на территории области сложились в серию. Сотрудники уголовного розыска, анализируя ряд преступлений, пришли к выводу, что совершают их одни и те же люди. Воры проникали в строение, которое еще не введено в эксплуатацию, и вывозили оттуда все подчистую. В некоторых домах, помимо инструментов, радиаторов, мешков с цементом, уже хранилась приготовленная к монтажу бытовая техника. Ущерб от серии краж предварительно оценивается в несколько миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска взяли эту группу в оперативную разработку, и недавно лица, которые совершали эти преступления, были задержаны с поличным сразу после совершения одного из таких преступлений. По фактам краж со строящихся объектов возбуждены уголовные дела, и сотрудникам уголовного розыска и следователям удалось установить также места хранения похищенного, потому что, как выяснилось, далеко не все они сумели продать после совершения хищений. И в нескольких местах такого хранения были изъяты, изъято большое количество похищенных вещей. Все найденное полиции имущества будет возвращено владельцам. Воры хранили похищенные в гаражных боксах. Они успели ограбить несколько десятков домов. Сами фигуранты в данный момент находятся в следственном изоляторе. К другим темам. Губернское правительство обсуждало главный финансовый документ. Бюджет региона по-прежнему сохраняет социальную направленность. Почему в будущем году придется работать в режиме жесткой экономии, и выполнят ли власти взятые на себя обязательства, расскажет Ирина Афонина. В сегодняшних экономических условиях я бы назвала бюджет оптимистичным. При существующих жестких условиях не удалось изыскать достаточные средства на развитие, но расходы социальной направленности предусмотрены в основном пусть небольшим, но приростом к уровню предыдущего года. Будущий бюджет, в отличие от действующего, сформирован не на три, а на год. Причина – минимизация рисков. Объем доходной части бюджета прогнозируется на уровне 28 миллиардов 400 миллионов рублей. Расходы приблизительно составят 31 миллиард 400 миллионов. Дефицит – 3 миллиарда рублей. Более 70% бюджета – это налоговые и неналоговые поступления. Директор Департамента финансов предполагает, что они вырастут. Что касается неналоговых поступлений, их часть в общем объеме незначительна, и на две трети – это штрафы за нарушения ПДД. Финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 7 миллиардов 27 миллионов рублей. Это ниже уровня 2015 года на 781 миллион. Сжатый бюджет требует жестких подходов к использованию имеющихся ресурсов, заключила главный финансист региона. Спикер областного парламента Виктор Смирнов недавно принял участие в парламентских слушаниях в Москве, где обсуждали бюджет федеральный. И сделал вывод – ситуация самая негативная. Я заверяю Павлу Алексеевичу, что у депутатского корпуса есть полное понимание того, что Ивановская область не Клондайк, не Якутия, у нас нет нефти и алмазов, к сожалению. И поэтому, естественно, планируя бюджет следующего года, при такой позиции, которая озвучена сегодня федеральным правительством и министерством финансов, мы можем рассчитывать исключительно только на собственные силы. Кроме того, напомнил, много говорим об адресной поддержке, но до сих пор расходование средств в этой части неэффективно. Сегодня, когда возможности будут ограничены, тратить надо с оглядкой. Пришла пора сказать, сколько бюджетных учреждений реально нам нужно по каждой социальной отрасли. Завершая обсуждение проекта, Павел Коньков подчеркнул, что он действительно формируется в форс-мажорных условиях. Федеральные трансферы сократились на 2 миллиарда. Выполнение майских указов президента нагрузку на региональный бюджет создает, а из федерального компенсируется не полностью. Нам, безусловно, придется сокращать расходы. Нам более активно нужно будет работать над ростом доходов. Кстати говоря, у нас там есть определенные резервы и необходимо сделать все, что их мобилизовать. Проект направили в областную думу с комментарием, что вернуться к документу придется еще не раз. Ирина Афонина, Денис Железов, программа «Губерния». Во второй части выпуска вы узнаете, какие нравы царят среди ивановских автомобилистов и что они не поделили на проезжей части. А также точка кипения. Как долго соседи по лестничной клетке готовы слушать собачий вой. Об этом и не только. Смотрите через 2 минуты. Вы смотрите программу «Губерния». На более высокий уровень с каждым прослушиванием выходят муниципальные стратегии социально-экономического развития, которые меняются вслед за региональной. Так оценивают эксперты прогресс, который наблюдают на презентациях в областном правительстве. Сегодня очередную серию стратегий представили Фурмановский, Шуйский, Южский и Юревецкий районы. Рассказывает Сергей Хохлов. Старожилы припомнят, что раньше секретарь райкома отчитывался только за свершившееся – надой, покосы и фураж. За перспективы отвечали партийные программы. Сейчас требуется стратегическое планирование с применением таких терминов, как «точка роста», «проект драйвер» и «человеческий капитал». Специалисты видят – все глубже в тему погружаются главы и понимают, что от них требуется. Долгосрочной стратегической целью развития Фурмановского муниципального района является повышение благосостояния и качества жизни населения, создание условий для развития человеческого капитала. Сохранение и укрепление здоровья населения, повышение рождаемости за счет укрепления института семьи, управление миграционными процессами. Не всегда, однако, удается районным начальникам обосновать свое стремление к муниципальному прогрессу конкретными цифрами плана в инвестиционных миллионах. Старшие товарищи удивляются. За счет чего? Ни слова не сказано о внедрении национального рейтинга лучших муниципальных практик. О чем основывается у вас именно инвестиционная стратегия? На каких основных показателях? Из четырех районов только фурмановскую стратегию отправили на капитальную доработку. Остальные были приняты с большим или меньшим числом замечаний. Юрьевецкий с меньшим. У Юрия Тимошенко есть мотивация помимо начальственной. Лишь его район прославился стремлением уйти на сторону, в Нижегородскую область. Видимо, поэтому проектов драйверов больше, чем у других. Производство счетовых домов на финской автоматической линии «Маркон». Создание производства древесных топливных гранул и гранулированной травяной муки в городе Юрьевец Ивановской области. Строительство кирпичного завода. Строительство цеха по производству цементно-стружечных блоков. Впрочем, не только Юрьевец славен эмиграционными настроениями. Почти у всех районов в числе стратегических целей указана борьба с убылью населения. Как по горизонтали, так и по вертикали. Сергей Хохов, Денис Железов, программа «Губерния». Судебные приставы взыскали с чиновника-взяточника 800 тысяч рублей штрафа. Имени и фамилии мздоимца в службе не называют, однако подчеркивают, что он работал главой администрации одного из сельских поселений Пучерского района. На взятках слуга народа попадался дважды. В итоге суд приговорил его к штрафу в 800 тысяч рублей. Впрочем, гасить эту сумму бывший чиновник не торопился. В итоге приставам пришлось должника простимулировать. Ему был запрещен выезд из-за предела страны, а в суд направлено ходатайство о замене штрафа другим видом наказания. После этого бывший сельский глава погасил всю сумму полностью. Нелегкую судьбу добермана Арчи обсуждает все Ивановское интернет-сообщество. 13-летнего пса, утверждают соседи, замуровали в квартире. Хозяева его редко посещают, выгуливают и кормят, в то время как собака от тоски постоянно воет. О том, кого приручили, репортаж Дарьи Костиной. Третий день весь интернет обсуждает эту историю. Добермана Арчи заперли в квартире. Полгода назад его хозяева, супружеская пара, после развода разъехались по новым местам жительства. Возможности забрать животное с собой не нашли. Итак, у нас сейчас 20 часов 20 минут. Квартира номер 7. Здесь живет собака Доберман Пинчер. Да, без хозяев. На протяжении вот этих полугодок собаки приходили один раз в день на 10-15 минут. В руках я лично видела, нес только городскую булку. Внешне собака очень истощена, неухожена. То есть от дикого голода, желание просто справить свою нужду. Она, понимаете, истошно воет. Собака сейчас одна живет в доме. Живет одна. Она лает. Она в полвторого ночи начинает лаять. Ну ладно, мы уже не в претензии, что она лает. Но ты не издевайся над животным-то. Из квартиры идет запах неприятный, потому что, видимо, собака, когда ее несколько дней не посещают, она гадит на пол. Очень часто слышен вой, скуление. По ночам она гавкает достаточно громко. Но он, видимо, страдает от недостатка внимания. Соседи обращались в администрацию поселений Ивановского района в полицию. Результата нет. После объявлений в соцсетях нашлись люди, готовые забрать Арчи к себе. Вот только хозяин Добермана против. Вот, к сожалению, к большому, после вашего звонка о том, что вы приезжаете, буквально до вашего приезда за 10 минут Нитисов Владимир Анатольевич собаку просто увел. Хозяева просто испугались огласки. Я просила его дать интервью в вашей программе, но получил отказ. Хозяин Арчи Владимир Нитисов считает, весь скандал раздут из-за конфликта между соседями. Утверждает, он переехал на съемное жилье после того, как новые хозяева заселились в квартиру ниже. Сделали ремонт, ему разрушили кухню, пол, газовую колонку и вытяжку. Тебе сделали благополучие, у меня все нарушили. Мне жить невозможно стало. Я уехал сюда. Переехал, стал квартиру снимать. Я просто ушел оттуда. Ну, собаку я не забыл. Я утром, вечером всегда приходил, укормил ее, выводил. Вот. На время сейчас у меня на квартире нет и собаки тоже, потому что я уехал в командировку. Показать, в каком состоянии сейчас находится Арчи, Владимир отказался, сославшись на отъезд в командировку. Но через 4 дня пообещал пустить нашу съемочную группу в квартиру. Впрочем, во время съемки нашлись адвокаты и с его стороны. Собаке 13 лет, она не приживется. Нет, я тоже даже удивился, я в интернете прочитала. Я отлично, вот здесь я вижу, он гуляет, я постоянно вижу. Нормально, хорошая собака. Нормально, доберемат. Как нам сообщил Владимир Нетиса, в ближайшие дни проблема Арчи будет решена. В квартиру вселится знакомый семьи с маленькой собачкой. Дарья Костина, Сергей Тютин, программа «Губерния». Битву театров устроили юные актеры из детских домов региона в зале Ивановской филармонии. Кто вышел победителем с театрального ринга и почему, узнавала Юлия Михайловичева. Все постановки по мотивам произведений детских авторов, поэтому на сцене время от времени появляются популярные персонажи Мира Чуковского. Кокетливый муха Цокотуха, смелый Камарик, суровый Бармалей и добрый доктор Айболит. Юные театралы не пренебрегали и творчеством зарубежных писателей. Мини-театры встречаются в рамках проекта во второй раз, но уже на этом этапе заметны некоторые изменения. Детские дома с прошлого учебного года начали интересное сотрудничество с детьми, проживающими в их микрорайонах, с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Они с интересом влились в те театральные студии, которые работали уже в коллективах детских домов. И сегодня нам самим очень интересно посмотреть, что из этого получилось. Несмотря на то, что участие в конкурсе принимают любительские коллективы, эксперт оценивает выступления по конкретным параметрам. Значение имеет оригинальность подачи авторского материала, сценическая культура и костюмы. Жюри отметили сказочный мир Льюиса Кэрролла, созданный актерами из Шуйского района. Да, кстати, мы нужны чистые чаши, говорим, 50. Начинающие театралы из Васильевского детдома говорят, победа была для них ожидаема. Несколько месяцев готовились, преодолевали трудности с нехваткой костюмов и декораций, но главный секрет их успеха, как они считают, полное вживание в роль. Каждая роль странная такая, все-таки это Алиса, стране чудеса, там все странно. Получилось быть странными как-то быть? Да, получилось очень. Отметили и спектакль «Путаница» по мотивам произведения Корнея Чуковского. Артисты из студии «Детский остров» Ивановского дома «Радуга» на бис продекламировали нашей съемочной группе небольшой отрывок. Тушат, тушат, не потушат, заливают, не зальют. Этот театральный коллектив приехал на фестиваль с двумя постановками. Второй подготовил младший состав. В качестве дебюта актеры выбрали произведение Даниила Хармса. Однако жюри отдал ребятам третье место. Что? А что было? Было 40 сыновей! Было 40 сыновей! Это наш первый опыт. Почему по стихам Хармса? Ну, наверное, потому, что этот поэт передает вот эту удивительную, чудесную, волшебную атмосферу детства. Воссоздавать волшебную атмосферу детства планирует и дальше, а конкурс сделает традиционным. И в следующем году ждут еще больше театральных коллективов. Юлия Михайловичева, Кирилл Маршов. Программа «Губерния». Наши зажигают звезды. Ивановка Виктория Исаева стала участницей музыкального проекта «Новая звезда». Каких высот она хочет достичь и из чего начиналась ее вокальная карьера, расскажет Денис Эрбин. Я обладаю харизмой. Могу сказать, это 100%. Пусть это может слишком гордо звучать, но это так. На сцене я могу преподнести себя совершенно в другом свете. Не в таком свете, в каком меня все привыкли видеть. В свое время подобными цитатами славился Мухаммед Али, но все мы знаем, к чему это привело. Поэтому попробуем доказать слова делом. Сразу переносимся на сцену и внимательно слушаем. Отмечу только одно. Съемки ведутся без звука оператора, музыки и всех остальных наворотов. Есть только камера и микрофон. Такой голос появился не за одну секунду заниматься музыкой. Вика начала еще в раннем детстве. Мое самое первое выступление это было, мама мне рассказывала, в троллейбусе, когда было очень много. После работы все едут домой. И было много людей в троллейбусе, и я просто начала петь. Одну за другой песню те, что учили в саду. И вот тогда люди вот так в круг встали, вот так провожали меня из троллейбуса, аплодируя. Ну а далее последовала музыкальная школа, училище и эстрадная студия «Вокалист». Всех преподавателей вспоминают с улыбкой, ведь благодаря их труду получилось перебороть страх сцены и своего личного вокала. Сейчас, выходя к зрителю, испытывает совсем другие чувства. Ловит свою волну и пытается зарядить зал своей энергией. И это, мягко сказать, неплохо получается. К настоящему моменту в копилке Исаевой огромное множество всероссийских и международных вокальных наград. Венцом своего недолгого пути считает серебро на дельфийских играх. Чтобы было понятней, это своеобразная олимпиада в мире культуры. Так что масштабы и цены медали вы можете представить сами. Но нет предела совершенству. Совсем недавно стало известно, что Ивановка будет представлять честь региона на федеральном телевидении. Она стала одной из миллионов, кто прошел отбор на конкурс «Новая звезда» и вошла в число участников проекта. Я хочу стать известной певицей. Ну, я скажу это правду, потому что я не хочу лукавить. Это, да, это моя мечта с детства. Поэтому такие проекты, как «Новая звезда», куда я сейчас прошла, они помогают мне в развитии в дальнейшем. Второй сезон проекта стартует в январе. Впереди два месяца подготовки. Ну, а далее начнется главное действие. Три этапа, 85 участников и лишь один победитель. И будем надеяться, что триумфатором будет девушка из Иваново. Музыка. 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 Денис Сербин, Виктор Иванов. Программа «Губерния». Нравы ивановских автомобилистов. В распоряжение нашей редакции попало видео, на котором запечатлен момент, как владельцы авто могут выяснять возникшие разногласия. Драка произошла на улице Якова Горелина в районе магазина «Магнит». Что послужило причиной таких решительных действий, неизвестно. Если это дорожная авария, то столкновение было незначительным. По крайней мере, ни у одного из автомобилей нет повреждений. Между тем, видео вызвало резонанс среди ивановских пользователей интернета. Версии произошедшего выдвигают много. Но в большинстве к действиям участников драки относятся с осуждением. Не забывайте телефон нашей горячей линии 58-77-77. О метеопрогнозе прямо сейчас вам расскажет Анастасия Чистякова. Это были все события вторника. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего настроения. Первые декады ноября продолжают преподносить погодные сюрпризы. В нашей области по-прежнему будет тепло. Все подробности через считанные секунды. Новый жилой комплекс от Славянского дома по улице Ташкентской. Цена на старте продаж 35 тысяч рублей за квадратный метр. Звоните 938-100. И о погоде. На этот раз Ивановская область находится во власти сразу двух циклонических вихрей. И если мощный циклон отвечает за тепло, то западный антициклон обеспечит нам еще и минимальную вероятность дождей. Ночью в Иванове области облачно без осадков. Температура воздуха плюс 2-4 градуса. Днем в Иванове области вновь очень тепло. Воздух прогреется до 9 градусов. А небольшой западный ветер снизит вероятность осадков. Середина недели будет характеризоваться такой же удивительной погодой. Холодать же начнет ближе к концу рабочей недели. Но вероятность солнечных дней значительно выше, чем дождливых. О погоде на этом все. Теперь и в Иванове. Только в стоматологическом центре Кронекс. Уникальные операции по имплантации и костной пластике по доступным ценам. Стоматологический центр Кронекс. Доверьтесь профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова